В Москве стартовал зимний чемпионат России по лёгкой атлетике. В воздём программы первого дня соревнований были женские прыжки с шестом, где выступала чемпионка Европы Анжелика Сидорова. На прошлой неделе на турнире в Мадриде она установила личный рекорд и лучший результат сезона в мире 4 метра 91 сантиметра. Для победы в национальном первенстве, кстати, уже шестой подряд, Сидоровой хватило высоты 4,80. Всегда хочется немножко лучше, тем более, когда уже прыгала эту высоту. Ну, прекрасно понимаю, что сегодня было сложно это сделать, потому что соревнования всем другие, состояние всем другое. Поэтому, в принципе, я довольна тем, что смогла 8 спрыгнуть. Личными рекордами ознаменовались и забеги на 60 метров. Бронзовый призёр чемпионата Европы в эстафете Кристина Севкова преодолела дистанцию за 7,15 секунды. Это четвёртый результат сезона в мире. Для меня все старты важны. Я очень трепетно отношусь к каждому старту. Для меня это очень важно. Конечно, хочется с каждым стартом улучшать и улучшать. Но не всегда получается. Сезон на сезон не приходится. На дистанции 60 метров среди мужчин персональный рекорд улучшил Рушан Абдулкадеров. Время победителя 6,63 секунды. Зимний чемпионат России завершится в пятницу. Во второй день зимнего чемпионата России по лёгкой атлетике в Москве зрители увидели в действии двух чемпионов мира 2013 года. Антонину Кривошаппу и Александра Менькова. Опытная бегунья из Ростова-на-Дону не разочаровала своих поклонников. Уверена выиграла дистанцию 400 метров. Причём своему же лучшему результату мирового сезона Кривошаппу потратил всего 11 соток секунд. Ну, очень хотелось выступать. Спустя несколько лет пропуска хотелось почувствовать конкуренцию, побегать в компании. Чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков во время соревнований получил небольшую травму ноги. Но это не помешало ему победить с результатом 8 метров 22 сантиметра. Своим выступлением 28-летний урожелец Красноярского края остался не совсем доволен. Я нацелился на репорт России, но в последней попытке, конечно, уверен был, что сейчас должен сделать. И остановился у меня и Круз его прям очень сильно. И вот, в принципе, вот в этом, наверное, и вся проблема. Немножко со здоровьем поправить его, и всё в порядке будет. Неожиданно завершились соревнования в секторе для прыжков в высоту. Михаил Акименко впервые в карьере стал чемпионом России с результатом 2 метра 30 сантиметров. Это его личный рекорд. Позади остались бронзовый призёр прошлогоднего континентального первенства Илья Иванюк и победитель зимнего чемпионата Европы 2015 Даниил Цыплаков. В Москве завершился зимний чемпионат страны по лёгкой атлетике. За три дня соревнований болельщики стали свидетелями того, как были установлены сразу 7 лучших результатов сезона в России. Этим оказался очень впечатлённый действующий чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гули. Чемпионат проходит интересно. Есть некоторые виды очень высокие результаты. Очень радует, что всё равно люди стараются держать борму. Украшением турнира стало противостояние двух сильнейших на данный момент в мире прыгуний в высоту. Марии Лосицкене и Анны Чичеровой. Обе с первой попытки преодолели отметку 2.02, но неудачно штурмовали рубеж 2.05. Победителя пришлось выявлять по удачным попыткам на двухметровой высоте. Её Лосицкене взяла со второй, а Чичерова с третьей. Двукратная чемпионка мира взяла свой пятый титул на национальном первенстве в помещении.